отлично здравствуйте добрый вечер прошу прощения за небольшие технические тут сложности но мы опять вместе это радует мы сегодня с вами продолжаем у нас сегодня вторая часть занятия на тему что знать мало нужно уметь применять и воплощать тема это взяла взята у робина шармы известного очень спикера и коучера я решил это адаптировать для нас с вами и немножко напомним о чем мы говорили в прошлый раз и продолжим сегодня и так мы говорили что есть несколько пунктов которые очень важны для того чтобы правильно фокусировать все свои силы и умения для достижения постановки сначала затем достижение правильных целей итак первое первый принцип это нужно воплощать свои идеи в жизнь да не только о них думать но и стараться прикладывать усилия и для того чтобы для того чтобы эта цель стала неотъемлемой частью вашей жизни уже не как цель а как воплощение цели второе это стремится к легендарности то что называется да то есть не довольствоваться просто какими-то незначительными достижениями оставить себе большие цели большие цели но понимать что достигать их нужно постепенно поэтапно третий момент который мы говорили это планирование и что нужно планировать вещи в своей жизни также мы говорили о том что нужно быть просто безумным энтузиастом своего дела до нужно вдохновлять себя тем чем ты занимаешься и сегодня мы продолжаем сегодня у нас речь пойдет о следующих составляющих успехом хорошо мы говорим также о том что нужно максимально посвящать себя своему делу своим целям и очень часто люди довольствуются тем что как бы у них есть и не стремятся особенно к большему и в связи с этим потенциал человека не развивается нету проявления той уникальности ради которой человек создан у каждого из нас есть какая-то уникальность в мире ничего не происходит просто так помните мы с вами говорили все время повторяем что что то что говорит нам туаническая каббалистическая традиция что мир был создан творцом творец единый всемогущий творец который проявляется для нас как единая сила которая является основой всего началом всех начал и творец создал мир из себя самого внутри себя же самого то есть нет ничего кроме него в мире творец абсолютно контролирует весь мир нету ни одного процесса в мире ни одной частицы в мире которая бы не руководствовалась творцом абсолютно все процессы идут под контролем творца поэтому присутствие каждого из нас в этом мире оно абсолютно контролируемо творцом то есть о чем это говорит иногда у нас создается может создаться впечатление зачем я в этом мире и что есть себя представляю вот там мой сосед он вот да а я как бы вообще никто не что зовут меня никак это всегда очень неправильный подход это говорит о том что данный человек просто не понимает своего предназначения своей значимости либо его не научили либо он не верит в свои силы то есть есть какие-то подвохи подводные камни которые человек не осознает но он не продвигается воплощение своего предназначения мы попозже с вами будем говорить как практически постараться понять свое предназначение может даже сделать упражнение на эту тему во-первых у человека есть какие-то интересы в жизни да то есть с детства человеку что-то интересно и цель каждого родителя поддержать ребенка в тех интересах которые у него есть в его влечениях и стремлениях потому что ребенок на определенном этапе развития начинает понимать что ему интересней очень часто родители делают ошибку в том плане что как бы навязывают детям свои какие-то несбывшиеся мечты которые могут быть также комплексами неполноценности родителей вот что меня там мне одна женщина говорила меня не отдали в балетную школу я сделаю все чтобы моя дочка была балериной вы должны были моими глазами посмотреть на эту девочку но она ну никак не выглядела как балерина то есть явно было видно что у нее нет данных но она очень страдала эта девочка потому что мама там делала просто все возможное и невозможное чтобы держать дочку на балетном кружке и над девочкой смеялись потому что она была полненькая и абсолютно никаких других данных у нее балетных тоже не было ей было тяжело и на ней просто просто там все потешались вот но зато этой девочки очень хорошо шло как это называется когда вырезают из бумаги японская оригами оригами японское искусство вырезание из бумаги она делала такие вещи это просто фантастика ты мне было сложно померить я не помню ей лет семь или восемь было какие какие она делала потрясающие просто вырезая из бумаги картинки мама говорила ее когда ее маме сказал что вы смотрите у вас какой талантливый ребенок она говорит кому нужен ее талант нужно было видеть глаза этой девочки да то есть ее просто вот в этот момент прибили пыльным мешком по голове не стоило потом больших усилий как бы вернуть этого ребенка к жизни в том плане что она опять начала верить в свои силы и я расхваливал ее оригами и просил ее чтобы она мне делала их как можно больше каждый раз приносила на наши встречи вот поэтому нужно быть очень аккуратным в помощи ребенку развития его потенциал очень часто также родители на мой взгляд допускают ошибку в том что они очень перегружают ребенка то есть там тысячи кружков ребенок не успевает не есть не пить не спать а самое главное ребенок не успевает играть можно не забывать что нельзя у ребенка воровать детство потому что это очень необходимый этап развития ребенка ребенок должен свое отыграть свое ну как бы побыть ребенком да то есть взрослые пытаются из него сделать там малолетнего профессора кстати дети которые проявляли неординарные способности в детстве это очень тешит самолюбие родителей но у этих детей потом в более взрослом возрасте открывали серьезные психологические иногда даже не дай бог психические проблемы не говорю что все талантливые дети они там будущие психи не поймите мне неправильно но как бы не нужно ребенка насиловать я встречал также такой подход что вот например я читал о том что в советском кино были дети которые подавали очень большие надежды и там в детстве снимались в каком-то одном или нескольких фильмах им прочили просто звездное актерское будущее но родители говорили нет ребенок не будет ездить все время на съемки ему нужно спокойно нормально учиться ходить в школу быть ребенком и так далее и тому подобное а съемки это очень тяжелый труд и как бы выбивает ребенка из учебного процесса родители их не пускали в этом и судя по результатам как бы не очень об этом жалею по результатам которых потом добивались эти дети приобретая хорошую специальность были такие которые пошли учить дальше кинематограф но как бы это уже было сделано во взрослом возрасте человек прожил свое нормальное детство и подрос и повзрослел и уже тогда решал то есть это нужно очень очень аккуратно ребенок не игрушка это душа которую творец нам дает доверяя нам в пользование чтобы мы помогли этой душе пройти все то ради чего она пришла в этот мир хотя бы первую часть ее пути вот поэтому обязательно нужно очень внимательно относиться к проявлению потенциала ребенка да и взрослого человека тоже безусловно теперь очень важно научиться с детства постараться научить ребенка принимать неудачи почему это так важно ну без неудач ничего не обходится для того чтобы чему-то научиться у человека много раз не получается и если ребенок привык к тому что вот ну не получилось один два раза все он бросает и идет заниматься чем-то другим у этого ребенка и потом взрослого могут быть сложности в жизни когда нужно чего-то добиваться вот именно старанием терпением и усидчивостью и нужно обращать на это внимание если у ребенка нет терпения и стараться его как-то привлекать давать ему призы говорить а вот давай кто первый там какие безобидные соревнования устрою устраивать хвалить его если у него хотя бы на капельку получается что-то сделать о молодец молодец смотри как у тебя у тебя лучше чем у меня получается вот когда ребенка хвалят в сторону того что у него получается лучше чем там у взрослого то для него это необыкновенная похвала который очень очень укрепляет его уверенность в себе я помню как в детстве со мной мой брат старший играл на восемь лет старше меня и мне очень нравилось с ним бороться ну что значит бороться мне было три года ему соответственно уже было 11 лет да и борьба это происходило следующим образом он меня накатывал на себя держал чтобы я с него не упал на пол то есть тогда я этого не понимал я считал что я его борю я его побеждаю мне какой-то сильный я не могу тебя побороть я помню я в эти моменты был просто на седьмом небе от счастья потому что я знал мне казалось что мой брат самый большой и самый сильный в мире а если он говорит что я сильнее его то значит я могу очень многое и это до сих пор вот я уже сам дедушка и до сих пор это мое ресурсное состояние то есть состояние в котором всплывают ассоциативные эмоции с помощью которых мне с божьей помощью удается преодолевать какие-то сложные моменты в жизни то есть ты как бы наполняешься силой ты входишь в состояние эмоциональное то в котором ты был тогда в детстве будучи еще там трех четырех летним ребенком вот это состояние успеха оно очень очень важно чтобы ваш вы сами и ваш ребенок умел его обязательно испытывать это состояние очень рекомендую вот часто меня спрашивают там родители но мама говорит но я понятно я и так целыми днями с ребенком а папа есть папа которого нету там опыта общения с маленькими детьми допустим он был единственным ребенком в семье или ну по каким-то причинам не знает он что делать с его детьми да то ну с мальчиками это обязательно с девочками тоже можно это делать борите с ними играйте говорите им какое какие они сильные какие какие они замечательные смелые а мальчику говорите что он сильный там трогайте его бицепсы какой-то вот ух какой сильный то есть нам кажется ну что это за примитивная игра ребенка это просто взращивает его уверенность его самооценку я уже это испытывал и слава богу чтобы не сглазить на своих детях и уже на внуках то же самое то есть это дети счастливые это совместное времяпрепровождение это контакт это обнимание это позитив он побеждает побеждает огромного дядьку да папу или дедушку неважно кого брата старшего это это просто фонтан эмоций и очень очень важный опыт эмоциональный опыт что я могу я могу теперь если у ребенка не получается что-то поддайтесь мы из такие случаи когда к сожалению родители или дедушки с бабушками или неважно кто взрослые да вот ему обязательно нужно выиграть у ребенка он не может проиграть там и ребенок тогда не будет с ним играть в то в чем ребенок все время проигрывает то есть ну ну никому не интересно постоянно чувствовать себя неудачником поэтому если вы хотите ребенка чему-то научить не нужно показывать свой класс и мастерство перед ним наоборот поддайтесь покажите ребенку что вот уй ты молодец меня победил какой-то молодец я так с одним мальчиком которого ко мне приводили ему было 9 лет он вообще со мной не хотел разговаривать то есть он сидел вот так вот и молчал ну вот так вот реагировал эмоционально ребенок я как-то случайно вот там присутствовал мама я выяснил что он оказывается не умеет играть в шахматы я сказал о давай я тебя научу играть в шахматы не то что там какой-то прям гроссмистер ну как ходят фигуры как их расставлять на доске я знаю вот и я ему стал показывать он стал смотреть это игра да при этом я с ним разговаривал он реагировал на меня смотрел он улыбался он кивал и через полчаса вот расставление объяснения фигуры показывали как они ходят он начал мне там короткие ответы да нет хорошо и так далее и в конце уже первой встречи мы с ним вообще уже болтали потому что он там пешкой съел моего короля вместе с ферзем на закуску вот и все были счастливы то есть мама была просто в восторге потому что наконец ее ребенок стал с кем-то говорить а ребенок тоже был счастлив потому что с ним играли во что-то интересное то есть фантазируйте экспериментируйте самое главное это хороший настрой любовь и и желание помочь а не самоутвердиться это очень важно и тогда ребенок не будет бояться неудача но ничего страшного сейчас ты два раза у меня выиграл сейчас ты проиграл ничего бывает постепенно ребенок понимает что проигрыш неудача неудача в жизни это как бы один из этапов нормальных таких этапов жизненных ничего страшного в более взрослом возрасте когда ребенок понимать уже начинает там 6 с 8 лет ему можно объяснять что смотри у тебя не получилось но зато ты уже приобрел опыт всегда нужно объяснять ребенку что неудача и проигрыш это опыт который тебе говорит что смотри так вот не стоит делать и и вот так не стоит там играть или вести себя или каким-то образом в чем-то там продвигаться по жизни да то есть ты уже знаешь что туда ходить не надо знаете есть такая притча про то как один человек заблудился в лесу и много-много уже дней может быть неделю уже уже потерял просто надежду и вдруг он видит идет другой человек он так обрадовался говорит ой как хорошо я тебя встретил я тут уже неделями хожу а тот говорит да я тут уже несколько лет хожу по этому лесу и никак не могу выйти и первый как бы собирался расстроиться но его новый знакомый ему говорит но зато я знаю уже куда идти не надо понимаете то есть любая неудача это всегда опыт которым ни в коем случае нельзя пренебрегать и когда ребенок осознает что неудача это опыт он перестает бояться неудачи перестает пугаться входить в ступор и чувствовать низкую самооценку ругать себя унижать себя и таким образом в принципе разрушать себя а не идти вперед поэтому умение принимать неудачи это это очень важный аспект дающий нам опыт теперь вот недавно был была еврейская пасха то есть празднование песах то что называется праздник выхода еврейского народа три с половиной тысячи лет назад и из египетского рабства и там был такой момент о котором я очень много всегда говорю на своих занятиях переход красного моря то есть вот евреи пошли в красное море она перед ними раступилась очень известная библейская такая ситуация и и когда начинаешь изучать комментарии мудрецов на эту ситуацию то объяснение таково что там Моисей обращался к творцу и говорил вот люди боятся потому что перед ними море а за ними египетская армия с колесницами и то что единственное что между ними разделяло это огненный столб который творец поставил между ними чтобы египтяне не могли навредить израильтянам вот и и люди испугались и их руководитель Моше Моисей он обратился к творцу и говорит люди боятся что делать и на что ему творец ответил говорит не надо бояться не надо мне молиться сейчас я сказал что вы шли в море идите делайте что-то сделайте первый шаг вот когда руководитель племени Иуда зашел в море то море раступилось и отсюда мы учим что что во первых нужно стараться в любой ситуации прикладывать какие-то усилия для того чтобы изменить ее к лучшему во вторых есть аспекты в нашей жизни о которых всемогущим творцом сказано что я вам обещаю что все будет хорошо если вот вы поступаете так то и так то то есть там допустим еврейскому народу даны 613 заповедей всем остальным народом даны 7 заповедей это не потому что эти народы там хуже или лучше а потому что просто разное предназначение разное предназначение потенциала так вот так вот творец обещает что если человек живет по этим 7 заповедям которые не еврей да никакого отношения к этому не имеет если он живет по 7 заповедям любой житель мира живет по этим 7 заповедям то тогда его жизнь его духовность будут развиваться и складываться по очень гармоничному пути и когда люди там жалуются на какие-то проблемы опять же можно сказать что не надо сейчас вот как бы жаловаться и молиться надо посмотреть а в чем я не прав вот по этим 7 принципам которые существуют для все для всего человечества что я делаю не так исправить это жить по заповедям по которые которые заповедал тот кто нас создал да у нас никогда не возникает споров с производителями того или иного там гаджета когда нам говорят пользуйтесь так и вот так не пользуйтесь то все говорят конечно конечно так и будем делать чтобы не дай бог не испортить так себя в первую очередь не нужно портить а пользоваться собой правильно вот поэтому то что творцом уже обещано как бы не нужно как говорится заново открывать америку и колесо а нужно просто поинтересоваться а а как правильно и что нужно делать а теперь как мы уже говорили что нужно поднимать планку своих стандартов то есть стремится еще лучше быть еще лучше быть еще лучше быть и здесь есть как бы опасность то есть когда человек говорит что когда у человека возникает такое состояние перфекционизма или перфекционализма как хотите назовите когда человек говорит что пока я не совершенен я никто либо все либо ничего да это абсолютно неправильный подход то есть человек должен стремиться быть лучше постоянно совершенствоваться совершенствоваться в своих человеческих качествах в отношениях с окружающими людьми в отношениях между самим человеком и творцом человек безусловно должен постоянно совершенствоваться но это совершенствование оно должно базироваться на конструктивном подходе а не на подкармливании своей гордыни которая потом вырастает в дракона который жрет тебя самого то человек должен быть открыт к тому что о чем говорят другие да то есть не что они говорят то есть как они там меня обсуждают а открыт к знаниям других людей к подходам других людей потому что если человек говорит вот только как я делаю так правильно а вы все делаете неправильно может быть он и прав но есть большая вероятность что он что-то упустит из может быть опыта который приобрели уже другие люди и потратит время на то чтобы достичь этого опыта и может быть набьет себе шишки хотя можно просто воспользоваться приобретенным ранее кем-то опытом да то есть знаете как говорят что умный человек учится на ошибках не на своих а на чужих да мудрый человек учится как бы не допускать этих ошибок просто просто не входить в то состояние в котором можно можно ошибиться и человек для того чтобы достичь максимума в своем потенциале очень стоит человеку тренироваться развивать себя и эмоционально и физически и психически и духовно то есть хорошо приучать ребенка с детства да и себя тоже неплохо к тому чтобы ребенок там делал зарядку чтобы ребенок умел слушать музыку даже элементарные медитации у деток это очень хорошо получается они чем быстро входит в состояние глубокой релаксации даже гипнотическое самое гипнотическое состояние входит ребенка нужно стоило бы очень учить пониманию своих эмоциональных реакций то есть допустим ребенок чего-то испугался когда он немножко пришел в себя и способен с вами разговаривать уже они находятся в ступре каком-то стоит спросить его что ты чувствуешь вот ты испугался я не знаю там гавкнула собака он испугался начал плакать вы его успокоили спрашиваете а чего ты испугался он говорит собака громко гавкнула и испугался звука окей хорошо можно испугаться звука а еще чего ты испугался собака очень большая да и страшная тоже хорошо понятно она большая страшно у нее там зубы она гавкает и ты не понимаешь что она хочет да и например с ребенком в таком случае можно поговорить а как нужно вот вести себя когда ты встретил большую собаку объяснить что как бы поинтересуйтесь в интернете можете найти кучу информации там на любую тему да как себя вести с собакой с кем угодно учить ребенка что всегда сначала улыбнись там не пугайся не кричи не то есть можно испугаться да и первые там иногда визжат там кричат животное от этого еще больше может испугаться то есть объясните ребенку углубить углубить с ним то есть раз ему был дан такой опыт расскажите ему об этом или расскажите ребенку заранее там что вот знаешь есть собаки большие они могут громко гавкать и это пугает ничего страшного как бы не надо продолжать бояться ну испугался было неожиданно кто угодно может испугаться кстати рассказывайте всегда детям о каком-то опыте из своей жизни потому что когда большой сильный папа который там ну огромный просто я помню своего детства мне казалось что мой папа обязательно должен когда-нибудь головой достать до лампочки потому что мне казалось что он такой большой такой высокий что он обязательно когда-нибудь ткнется головой в лампочку я считал что он самый сильный самый умный так вот каждый ребенок большинство подавляющее большинство детей считает что их родители самые умные самые самые сильные самые 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 во всем поэтому если вот такой самый самый говорит ребенку что смотри у меня были неудачи у меня и я пугался и ты знаешь я вот до сих пор там чего-то ну не очень люблю уже не боюсь но не люблю то есть ребенок получает легитимацию того что как бы можно проявлять слабости и это тоже очень важно потому что потому что если у меня есть слабость это не значит что я какой-то там трус или какой-то еще не такой да то есть раз папа и мама и спокойно так об этом говорят то ничего страшного в этом нет с другой стороны ребенку нужно постоянно говорить о том что смотри вот чем больше ты будешь знать чем больше ты будешь уметь тем тебе будет интереснее и как бы легче в жизни преодолевать какие-то сложности и трудности тут мы подходим к вопросу того какое образование является правильным не думайте что я вам сейчас дам ответ на эту тему это необъятная тема об этом сегодня очень много спорят многие считают что современное образование которое базируется на подходах там предыдущих поколений оно не совсем скажем так подходит для детей и молодежи которые учатся сегодня потому что абсолютно другие какие-то задачи ставятся перед людьми доступ к информации то что вот нас учили там запоминать какие-то формулы что-то еще то есть сегодня абсолютно все у тебя всегда в телефоне под рукой профессор гугл открываешь его на любую тему тебе дает ответ кто-то может сказать это поверхностные знания ну хорошо как бы с другой стороны забивать детям голову тем что вот учи все наизусть там на мой взгляд это тоже неправильно потому что сегодня ребенок должен не просто владеть информацией а в первую очередь владеть информацией о том где можно достать эту информацию которая ему нужна и умением обрабатывать эту информацию то есть как учиться что главное что не главное на что обращать внимание на что не обращать внимание тоже очень много об этом можете найти в интернете это тоже вот умение правильно учиться правильно воспринимать информацию тоже во-первых дает ребенку колоссальную уверенность в себе во-вторых экономит кучу его жизненного времени и в-третьих ваш ребенок просто приобретает именно нужные навыки они тратят время на то что вот когда-то когда-то было необходимо там меня один пожилой человек говорит мои дети увидели у него дома счеты счеты я помню меня учили в школе считать на счетах помню как продавщицы в магазинах считали на счетах вот мои дети стали спрашивать папа что это такое и этот пожилой человек говорит как ваши дети не умеют читать на счетах то есть сегодня когда опять же везде есть там в любом телефоне в любом я не знаю где есть компьютер есть калькулятор то есть дети детям не то что на счетах он также еще возмущался что как это они не знают как пользоваться логарифмической линейкой вот таблицами брадиса и так далее то есть все что сегодня уже мало актуально и все уже находится в гаджетах то есть нужно реалистически подходить к потребностям современной жизни современных как бы того что необходимо действительно человеку и не там цепляться вот я в твое время пони помнил там все тригонометрические функции правда никогда не пользовался но не важно вот это мы говорили о том что стоит себя развивать эмоционально физически понятно ребенку очень стоит заниматься спортом психически мы говорили с ребенком нужно обсуждать его страхи показывать подходы решения этих страхов то есть чуть чуть позже об этом тоже сегодня упомянем упомянем духовное развитие ребенка ну кто кто во что гораздо там в зависимости от вашего вероисповедания и даже независимо от этого рассказывать ребенку о том что есть единый всемогущий творец это очень важно теперь когда ребенок тренируется не только ребенок я все время говорю ребенок ребенок потому что я знаю что в основном нас слушают люди которым нужны дополнительные силы и возможности помогать своим детям но в принципе это касается все что я говорю это касается не только детей но и взрослых физические упражнения спорт танцы любая физическая активность она повышает выделение нейротрансмиттеров таких наших энзимов гормонов как их назовите таких как допамин и серотонин и от них зависит наше настроение также считается что склонность или не склонность депрессивности и так далее то есть к меланхолии такой пониженному настроению хроническому так вот когда человек занимается спортом у него кто занимается спортом или когда вот например танцует даже вот человек танцует слушает музыку он двигается не важно как не важно что он делает у него повышается настроение улучшается настроение да почему вот именно потому что как бы для нашего тела ему не важно вы называете это танцем или спортом или просто физической нагрузкой выделяется вот эти вещества нейротрансмиттеры которые дают нам ощущение такого подъема улучшает наше настроение также увеличивается наша энергетичность энергичность да и радость то есть человек чувствует себя хорошо также выделяются такие вещества которые называются нейротрофины нейротрофины они способствуют восстановлению клеток мозга после стресса то есть тоже замечательно там попрыгал потанцевал погулял поплавал что хочешь поделал на велосипеде покатался у тебя раз выделились вещества которые восстанавливают клетки мозга после стресса замечательно вот поэтому рекомендуют специалисты чтобы с утра люди занимались делали хотя бы какую-то зарядку честно признаюсь мне самому это очень сложно я долго просыпаюсь вот поэтому мне лучше спорт там в середине дня но это уже как как то чувствует и также вот занятия с утра спортом утверждают специалисты оно развивает выносливость человека выносливость именно не только физическую выносливость в зависимости от того какой уровень ваших занятий но и также психологическую психическую выносливость человека то есть человек более устойчив в стрессовых ситуациях его сложнее как бы там погрузить в какую-нибудь грусть печаль да физическая активность очень очень помогает теперь мы говорили с вами что важно планировать вещи и идти по этому плану в течение дня потому что когда человек планирует это помогает ему концентрироваться потому что сложности с концентрацией они разумеется приводят к тому что эффективность и продуктивность человека снижается поэтому планирование очень важно а также очень важно постоянное обучение да то есть учите то что вам интересно то что вам в профессиональном плане надо и то что вам интересно потому что чем больше информации и навыками и возможностями в той области которая тебе нужна ты обладаешь тем больше у тебя возможностей безусловно и как бы архетипы такие достижения вот в плане в плане успешности да такие как там Илон Маск Стив Джобс там Билл Гейтс и так далее самые такие преуспевающие богатые бизнесмены они всегда они все говорят о том что они всегда уделяли вкладывали просто вкладывались да в свое обучение в свое профессиональное развитие тоже очень важно теперь то есть это это самые-самые лучшие инвестиции для детей развивать ребенку обучать и так далее как бы прописные истины которые все знают обычно теперь и также очень-очень важно не пренебрегать малыми победами мы сегодня с вами уже затрагивали эту тему то есть помните когда я говорил что ребенок там на вас ерзает когда вы с ним вроде бы боретесь да а вы ему говорите какой-то сильный то есть как ты вот меня прижал и как ты стараешься а он старается так я помню вот со своими детьми так боролся потом его так поднимал над собой лежа на спине и говорил все ты победил вот он победитель вот я держу победителя то есть говорить ребенку что вот даже мелочи какие-то которые он делает они очень важны если он их успешно делать не нужно ребенку путать и говорить что чтобы он не делал это очень важно но всегда найдите за что похвалить ребенка да и себя тоже мы проводили эксперимент такой с детьми ну чисто так несколько семей когда дети были маленькие всех их посадили рисовать и мы спрашивали что ты нарисовал потому что понять было невозможно что он там нарисовал и вот каждый из них рассказывал что он нарисовал теперь мы должны были как-то отреагировать я попросил родителей не запутывать детей они Studentory говорит ой как красиво какой-то молодец что красиво что он сам потом смотрит вот этот ребенок и смотрит на папу смотрит на свой рисунок ему приятно конечно что красиво но что красиво он не понимает и в каком-то возрасте дети начинают понимать что у меня во первых рисунок несовершенен результат какой-то моей деятельности если папа или мама "...ойй как хорошо, как красиво «Ну что вы меня за маленького держите?» Ребенок начинает не доверять вам. И даже когда потом вы его хвалите действительно за то, что он действительно в чем-то преуспел, он говорит «А, вы же мои папа с мамой, вы меня всегда хвалите». Все родители хвалят своих детей, а на самом деле я никто и ничто. И даже иногда может этим манипулировать и провоцировать вас, щипать вас, чтобы вы начинали оправдываться и бить себя кулаками в грудь. Нет, ты замечательный. Чтобы этого не было, нужно ребенку объяснять, что тебе понравилось в его рисунке. То есть всегда очень важна, ну, чаще всего, если вы хотите ребенка действительно научить и обратить его внимание на то, что у него действительно хорошо получается, то вот на это и обратите внимание. То есть, например, вот он нарисовал и говорит «Это лягушка», там что-то он накалякал такое. Вы можете сказать «Интересно очень, как ты видишь лягушку». Но вот мне очень понравилось то, что ты правильный зеленый цвет. Вот лягушки, они действительно вот такие зеленые. Я вот такие видел. Таких лягушек видел в болоте. Вот они зеленые, точно как ты нарисовал. То есть вы ему не обманули его, что он действительно нарисовал шикарную лягушку, как профессиональный художник. Правда, сегодня в наше время профессиональные художники иногда такое рисуют, что тоже сложно понять. Но вы обратили его внимание, то есть как бы сфокусировали его внимание на том, что вот действительно вот так. То есть вот да, этот зеленый, он такой же, как у лягушки. Или там ребенок нарисовал здание, вы говорите «Слушай, ты молодец, вот эта вот стена у тебя так ровно получилась, даже ровнее, чем вот это и вот потолок, ну ты вот это молодец просто». То есть ребенок видит подтверждение вашим словам, и тогда ваши похвалы будут восприниматься, он будет более открыт к ним и больше доверять вам будет, чем если вы его просто за любую мазню говорите «Ой, ну просто потрясающе». Вот, так можно говорить там совсем маленькому, там годовалому, полутора годовалому, двухгодовалому ребенку, но более старшему уже желательно конкретизировать. Теперь. Также ребенка, понимаете, очень запутывают часто, по-моему, говорили с вами, но я прошу прощения, если мы говорили об этом, я еще раз вспомню, это очень в тему у нас. Запутывают всякие детские истории, сказки. Это хорошо, что вот ребенок читает сказки, там это его тоже развивает. Вот, во-первых, конечно, сказки не должны пугать. Я помню, как мне снились собаки из огнива Андерсона, вот, я их очень испугался, помню, в книжке, когда я их увидел первый раз с огромными глазами, как блюдце, если как представил, как тарелки. Вот. Сказка, она должна учить ребенка чему-то, но не нужно, чтобы она его пугала. Вот. Не нужно острых ощущений создавать ребенка, особенно перед сном. Поэтому, например, разумеется, все девочки, да и мальчики хотят по-своему стать золушкой. То есть, чтобы вот раз произошло чудо, и ты принцесса или принц там, и ты удался. Ребенку нужно объяснять, что большую победу приносят малые победы. То есть, допустим, если это в спорте, да, вот ты смотри, как ты уже здорово ударил по мяч, посмотри, как у тебя хорошо получился сегодня там, допустим, удар, или как ты правильно и проплыл, может быть, еще не с таким временем, как ты бы хотел, но ты уже очень правильно плывешь, да. Или ты хорошо забил гвоздь, не попал себе по пальцу, и гвоздь не согнулся, и ты его забил в ту точку, в которую нужно было забить. То есть, ты объясняешь ребенку, что вот эти вот маленькие победы, это очень важно, и потом ты делаешь посыл как бы в будущее, что с Божьей помощью, если ты так будешь продолжать, будешь стараться, то у тебя вообще получится там забивать гвозди и строить дома, я не знаю, там, показывать хорошие результаты на соревнованиях и так далее и тому подобное. То есть, любой вид деятельности. Но вы ребенку показываете, что вот это вот хорошо, и после этого можно сказать, смотри, а вот это тебе нужно немножко вот здесь потренироваться больше, чтобы это у тебя лучше получалось. То есть, вы подняли ребенка, потом он чуть-чуть опустился, потому что вы ему объяснили, а что не так, потому что если ребенку это не объяснять, то он просто будет неадекватно воспринимать, нереально воспринимать реальность. Нереальная реальность. Очень красиво, да, тастология какая-то, но ничего, зато понятно. Вот, и тогда он не будет понимать, а что действительно ему, в чем еще нужно поднажать и в чем еще исправиться. Поэтому сначала попробуйте за что-то похвалить, а потом уже можно и по полной выдать ему, разумеется, любя. И также ребенку нужно объяснять, что вот эти вот маленькие победы, которые ты каждый день достигаешь, это по сути дела твоя жизнь в миниатюре. То есть, если ты каждый день вот делаешь какие-то правильные вещи, да, стараешься их делать, будь то в учебе, будь то в отношениях с другими людьми, например, там со старенькой бабушкой, ты всегда там ей находишь ее очки, когда она их потеряла, или включаешь телевизор на нужном канале, или, не знаю, приносишь ей попить водички, то ты от этого становишься лучше и лучше, потому что когда человек делает правильно, он от этого чувствует себя хорошо, он начинает позитив излучать в мир, мир ему отражает, помните, мы с вами говорили, мир всегда как зеркало. Вот, и вот такая каждодневная практика из маленьких побед, да, она создает общий фон успеха у ребенка, и ребенок становится очень уверенным в себе взрослым, и это гораздо лучше, чем там один раз в какой-то там период времени что-то у него получилось, то есть там тоже не нужно приумалять достоинств и так далее, и значимости даже одноразовой победы, но побуждать себя или вашего ребенка к тому, что мелочи, они на самом деле не мелкие, они постепенно, мелкие камешки создают огромные, огромные строения, огромные достижения, вот, и это очень важно. Я знаю, что как бы основная аудитория программы BR David, это люди, у которых дети имеют какие-то сложности, ограничения, и понимаете, вот вы каждый день тем, что вы продолжаете заниматься вашими детьми, что у вас не опускаются руки, что вы не даете детям как бы, ну, забросить себя, а постоянно от них чего-то требуете по-хорошему, то, по сути дела, вот ваша жизнь – это вот эти вот маленькие победы. И когда мне Давид рассказывал о том, что вот там мальчик приезжал, он вообще не следил глазами, а сейчас вот он смотрит, он слушает, то есть со стороны человек, который не понимает вообще, с чего это все стоит, даже вот то достижение, что этот ребенок начал фокусировать на чем-то свой взгляд осознанно, да, ну, какое тут достижение, а на самом деле для этого ребенка это просто покорение Эвереста, то есть ребенок, который не мог вообще никак фокусироваться, и вдруг он начинает слушать и осознанно смотреть, это огромная для него победа, поэтому даже то, что обыкновенному человеку кажется каким-то, какой-то микроскопической обыденностью для вашего ребенка может быть действительно колоссальной победой вот на данном этапе его жизни, поэтому всегда его поддержите, порадуйтесь вместе с ним, очень хорошо отмечать вместе с ребенком какие-то его успехи, например, ой, слушай, ты сегодня так хорошо там, я не знаю, за что вы его хотите похвалить, что вот вам кажется значимым, давай отметим это тем, что мы пойдем и покушаем мороженое, например, да, то есть как-то вот что-то такое, что ребенок очень любит, какое-то поощрение, или я больше люблю делать это в плане за поступки, которые связаны с правильным отношением к другому человеку, то есть, допустим, там брат сестре уступил что-то, я говорю, ой, какой же ты молодец, вот сегодня благодаря вот ему, да, сегодня все получают мороженое, потому что он уступил сестре и не дрался и не спорил, а поступил очень как хороший мальчик и по-взрослому, просто молодец, и ты мне такое удовольствие доставил, мне прям вот на сердце такая радость от того, как ты поступил, что мне очень хочется со всеми вместе порадоваться, давайте по этому поводу там какое-то удовольствие еще раз все вместе получим. И дети тогда начинают понимать приоритеты, что вот стоит быть правильным, стоит быть хорошим, добрым, отзывчивым и так далее, и вырастить очень хорошего человека, это очень-очень важно, безусловно. Теперь приведу вам несколько примеров того, что насколько, как мы должны постоянно себя, не только наших детей, но и себя подбадривать и поддерживать в своих достижениях. Я много занимаюсь семейными отношениями, проблемами в семейных отношениях между мужем и женой, детьми там, и постоянно повторяю, что для развития правильных построения, правильных отношений между мужем и женой, нужно каждый день вносить свою лепту в эти отношения, то есть не таким образом, что, а вот что ты для меня сделал или сделала, да, почему я должен. Нет, делай без счета для второй своей половины. Любой нормальный, развитый, взрослый человек, разумеется, захочет тебе вернуть это той же монетой. Если это не так, то это проблема уже очень большая. Поэтому я всегда вспоминаю светлые памяти своей дедушку с бабушкой, они, дай бог всем не меньше, прожили вместе 71 год. Вот. Они были женаты 71 год. Представляете, не все люди проживают столько времени, они вот были женаты. И дед мне рассказывал, что там в конце 20-х годов, когда они познакомились, они вместе учились в ФЗУ. Это профессионально-техническое училище того времени. Учились на фрезеровщиков. И меня это так удивило. Я знаю, что он был там учителем истории, а бабушка была преподавателем физики. Я говорю, какая связь вообще? Зачем вам было быть фрезеровщиками? Я говорю, что вы фрезеровали? На это дедушка мне ответил. Он говорит, бабушка всю жизнь фрезеровала меня, а я ее. Вот. И при этом они прожили 71 год вместе. Разумеется, как у любых людей были разные этапы. И подъемы, и спады, и ссоры, и любовь до небес. Вот. Но дед меня всегда учил. Он говорит, не нужно быть злопамятным, не нужно особенно к близким людям, к своей семье, к своей жене, детям. Говорит, это единственное, что у тебя есть в жизни. Это единственные те, кто будут о тебе помнить. И если ты будешь там мстить, наказывать и так далее, там подобное, ну, чего ты добьешься? Вот. И мне это очень запало в душу, что нужно стараться друг друга не фрезеровать. Даже если вы фрезеровщики оба, профессиональные. То есть, снисходительность, доброта, это не значит попустительство. То есть, если человек себя ведет абсолютно неправильно, издевается там, не дай бог, или просто есть там психопаты, садисты, кто угодно, больные люди с серьезными психологическими или даже психическими проблемами, то, безусловно, об этом речь не идет. Мы говорим о нормальных людях. Теперь мы с вами в прошлый раз, если вы помните, я вам рассказывал про солдата, который был чуть ли не, дай бог, не на грани самоубийства, а потом удалось научить его грамотно смотреть на жизнь, искать во всем преимущества и достоинства. И он там был счастлив от того, что он продолжал убирать туалеты, потому что он понимал, как это важно для людей, которые пользуются этими туалетами. И, в общем, все у него очень хорошо сложилось. Я вспомнил еще, я вот не помню, кто об этом рассказывал, что в каком-то из аэропортов человек прилетел в аэропорт, там была пересадка, и он зашел в туалет, и там стоял уборщик, который сказал «Welcome to my office», то есть «Добро пожаловать в мой офис». То есть очень часто люди даже не задумываются о том, забегая в туалет, при этом думая о чем-то там, куда человек бежит, и зачем он бежит, даже не задумываются, что кто-то там убирает, кто-то наводит чистоту. А тут стоял уборщик и говорил «Добро пожаловать в мой офис». И тот, кто об этом рассказывал, он говорит, он просто вот как стал визитной карточкой этой страны, притом хорошей визитной карточкой. И человек с гордостью говорил «Да, я вот убираю здесь, вот это мой офис. У вас офис там, а у меня офис здесь». Это очень важно об этом тоже. Помнить, что вот та работа, которую ты делаешь, ты должен чувствовать, стоит стремиться к тому, чтобы чувствовать, что неважно в чем заключается твоя работа. Ты прикладываешь усилия, ты тратишь свою жизнь на эту работу для того, чтобы на этой работе заработать себе на хлеб, как говорится. И поэтому в первую очередь ты уважай себя на этой работе. Если ты сам себя будешь уважать на этой работе, то и другие тебя будут уважать на этой работе. А если ты будешь считать там, что ну, чего я стою. Помните, есть такой анекдот, как там один тоже уборщик туалета в аэропорту жалуется, говорит, вот весь день куча народу проходит там, так неаккуратно пользуются туалетами, я весь день должен это убирать. Так приятель, которому он жалуется, он говорит, да брось ты эту работу и пойди найди другую. Так это говорит, так что, прям вот так вот взять и бросить авиацию? Да, потому что он в аэропорту убирал. То есть он считает, что он часть, часть авиации, несмотря на то, что он убирает туалет. Вот так вот нужно относиться к своему труду. То есть я делаю что-то очень важное. И это важно. Кстати, нужно также, разумеется, уважать труд других людей, потому что когда там, часто бывает, что муж там бизнесмен, он зарабатывает на жизнь, а жена вроде бы дома, дома с детьми. Да, и кажется, что вроде бы она ничего не делает. Помните, как говорится, что то, что женщина делает дома, не видно. Видно, если она не делает. Так вот, нужно уважать и не говорить, ну а что ты такого делаешь? Я там на работе, я зарабатываю, а ты тут по дому ходишь с детьми, там ну что-то приготовила, что-то это, что-то то. Никогда нельзя пренебрегать и умалять достоинств и тем более достижений в чужом труде. Лучше в этом плане перехвалить, чем не дохвалить. Теперь. Это естественное состояние, когда человек испытывает страх. И страх, он, по сути дела, тренирует наше мужество. Теперь, занимаясь психотерапевтическими всевозможными техниками, я пришел к выводу, что, ну я чисто эмпирически, то есть опытным путем пришел к этому, потом встретил это в литературе, что любой страх, по сути дела, если рассматривать его с эмоционально-психологической, духовной точки зрения, он хочет, чтобы мы к нему задирались. То есть можно уходить от страхов, плохо их запихивать куда-то внутрь своего подсознания и стараться на них не обращать внимания, они все равно выскочат в какой-то момент. Поэтому лучше на страх и тип. То есть, например, если страх пугает чем-то, допустим, ребенок боится спать в комнате, потому что он боится, что там, например, под шкафом или под кроватью кто-то сидит. Поэтому он приходит к маме с папой, он боится, он капризничает. Объяснять ему, да никого там нету, да иди спать, дай нам спать, это ничего не даст. Он только будет чувствовать, что родители как бы отнекиваются от него и не любят его, конечно. И он такой весь несчастный, его детство безрадостное. Лучше с ребенком просто сказать, ну пойдем посмотрим, давай, мне тоже уже интересно, хочешь, давай возьмем фонарик, посмотрим, может действительно кто-то есть. И когда вот там с папой или с мамой вместе мы смотрим под кровать и под шкаф и видим, что там действительно никого нет, ребенку это очень часто может помочь. И плюс, опять же мы его учим, а как решать проблему. Теперь, когда работаешь с человеком и видишь, что, то есть я имею в виду мою профессиональную работу, и ты видишь, что у человека есть какие-то страхи. Будь то страхи там, я не знаю, перед кошками, собаками, мышками, жуками и так далее, до страхов там говорить перед аудиторией или перед вот камерой и так далее. То есть страхов кто на что горастет, есть много. То лучший принцип избавиться от этого страха – это вот задираться к нему. То есть когда я, допустим, занимаюсь человеком, который там, не знаю, боится высоты, то я его прошу представить себе, что вот он стоит на высоком мосту. Теперь для нашего мозга нет абсолютно никакого значения, он не умеет различать, это реальная ситуация или это наша фантазия выдала эту ситуацию. То есть эмоциональная реакция идет одинаково. Теперь разумеется, когда мы себе это представляем, то она чаще не такая яркая, может быть, как в реальных условиях, но она достаточно яркая, чтобы ее преобразовывать. И вот тогда я прошу человека, вот стой на этом мосту, он говорит, я умираю, мне страшно, мне страшно. Теперь чего человек боится? Самый главный страх какой у нас? Это страх смерти, страх небытия, страх, это также включает в себя страх страданий, мучений и так далее. И когда ты человеку говоришь, ну вот стой и бойся, допустим, да, вот представляйся, что ты стоишь и боишься, и человек действительно начинает трястись, у него все реакции идут как на самом деле. И ты объясняешь человеку, что ни в коем случае не отступай от этого состояния, наоборот, иди дальше и дальше, но пугай меня, говори страху этому, давай еще, покажи, на что ты способен. То есть, как бы, вот именно, как бы огрызайся с этим страхом и иди на него. И обычно вдруг человек говорит, ты знаешь, почему-то как-то глубина и сила и мощь начинает как-то уходить, уже не так страшно. Я говорю, ну-ка проверь, ты на мосту там представляешься, что ты стоишь на мосту? Да, представляю, посмотри вниз, смотрю. Не так страшно. Потом я прошу этого человека, я говорю, ты знаешь, поезжай действительно куда-то в то место, где тебе было страшно, на какое-то там высокое место и посмотри вниз. И постепенно человек говорит, ты знаешь, я стал смотреть, мне не страшно. не помню, рассказывал вам или нет, у меня сын, огромный амбал, там метр восемьдесят пять ростом, профессиональный спортсмен, дико с детства боялся высоты, при том высоты, можно сказать там высоты, он, будучи ребенком, боялся залезать на горку, чтобы с него скатиться. Вот. И когда ему было уже семнадцать лет, мы с ним пошли там с младшими детьми в парк, где там всякие канаты, лесенки всякие, натянутые мостики на высоте, не знаю, там три метра. И вот его младшие братья и сестры бегают, он говорит, я боюсь даже смотреть, как они это делают. Я говорю, давай потихонечку, вот заходи туда. И он знал этот принцип, я ему объяснил, уже был взрослый парень. Было ужасно страшно, он и там, и бледнел, и потел, и все что угодно. Но вот он стоял, у него тряслись руки, он стоял с закрытыми глазами на этом канате, держась там за другой канат. Я ему говорю, ну вот чуть-чуть, вот один глаз открой, посмотри, закрой. И вот ты не слезешь, вот стой там. И буквально там за несколько минут у него сошел этот страх, как бы мощь этого страха ушла, и сегодня он уже практически не боится высоты. То есть потом несколько раз мы с ним повторили этот опыт, он не боится. То есть со страхом нужно правильно общаться, чтобы его преобразовать, потому что страхи нас просто, но они нам не нужны, потому что это неправильное видение реальности, когда мы чувствуем страх. Я помню, встречал где-то описание того, что Нельсон Мандела, если помните, был это бывший, один из бывших президентов Южной Африки. Он во времена апартеида сидел в тюрьме много лет, там я не помню, сколько, 20 чем-то лет, 25 или 28. И его даже не выпустили на похороны, не про кого будет сказано, а про похороны его сына. И когда он уже стал президентом, он на свою инаугурацию пригласил своих тюремщиков. Его спросили, как ты можешь, зачем? Это люди, которые столько лет над тобой издевались. Он говорит, мне это нужно для того, чтобы я перестал чувствовать себя заключенным абсолютно даже в своих эмоциях. То есть надо пройти через то, что тебя мучает, то, что тебя пугает на эмоциональном уровне, тогда это отпускает. Очень часто, когда мы чувствуем какую-то боль или ответственность, я не имею в виду обязательно физическую боль, да, не дай Бог, а даже эмоциональную какую-то боль, мы стараемся от нее убежать, там как-то там забыться через алкоголь, не дай Бог, там наркотики и так далее, какие-то там препараты. На самом деле это неправильно. Нужно пройти через это для того, чтобы избавиться от этого, потому что это очень мощные защитные механизмы. И эти страхи, эти боли, они мешают нашей радости, радостной радости нашей жизни. И под конец я хочу с вами сделать два небольших упражнения, которые можете потом репетировать дома, сколько хотите, всех обучайте. Мы с вами уже делали упражнения, кто не знает, как их делать, посмотрите в наших предыдущих встречах. И упражнение заключается в том, что мы вспоминаем, как мы с вами говорили, что здесь и сейчас со мной всемогущий, бесконечно добрый творец, который меня очень любит. И почувствуйте тепло, любовь, свет творца, пропустите через себя. Можете сделать глубокий вдох, выдох, сказать себе время расслабиться. И почувствуйте, как этот свет через вас идет, тепло, вы уже умеете это все чувствовать. И заполнитесь божественным светом. И попросите у творца, скажите, творец, я хочу понять и знать, а где во мне эпицентр моего потенциала, то есть то, ради чего ты меня создал. Вот найдите в себе эту часть, почувствуйте ее, либо вы ее сразу можете почувствовать. Если кому-то сложно, вот как будто просканируете себя, этот сканер отметит то место, где у вас потенциал. Очень хорошо. Найдя это место, познакомьтесь с ним, вот с этим представительством вашего потенциала, спросите его. Во-первых, скажите, что вы очень рады, что вы начинаете осознавать свой потенциал. Во-вторых, спросите, а в чем именно проявляется мой потенциал и как мне нужно его дальше развивать, расширять, укреплять. То есть делать все для того, чтобы воплощать этот потенциал в жизнь. Хорошо, послушайте, что как бы какая внутренняя информация идет оттуда, из точки, которая является эпицентром вашего жизненного потенциала. Вы можете потом, после того, что мы даже закончим наше занятие, каждый день можете все глубже и глубже познавать свой потенциал и тренировать его, развивать и так далее. И мне будет очень интересно, если вы напишите свои отзывы и расскажете о том, что у вас получилось. Будет очень интересно. И мне, и я думаю, всем будет интересно почитать еще, как бывает. Очень хорошо. И еще одно упражнение, которое мы сегодня сделаем, вернее начнем его делать, а вы будете его продолжать делать дальше дома. Это точно так же себя просканируйте. Вы сейчас уже находитесь в состоянии такого хорошего расслабления. Просканируйте себя и найдите, где те части или участки тела, которые каким-то образом либо перекрывают вас, либо противятся вашему успеху и раскрытию вашего потенциала. Это тоже очень немаловажный опыт, чтобы понять, в чем я себя останавливаю, почему я не продвигаюсь. То есть точно так же найдите вот те участки, в которых вы чувствуете какое-то противоречие раскрытию своего потенциала. Это очень часто либо темные какие-то участки, либо с неприятными ощущениями участки. То есть какой-то намек на негатив там всегда присутствует. И опять же спросите, спросите это ощущение, а почему? Почему? А что будет, если я да, буду преуспевать? Или а зачем ты все-таки препятствуешь тому, чтобы я раскрывал свой потенциал и преуспевал? И вы услышите очень много интересного. Очень хорошо. Теперь смотрите, не нужно расстраиваться по поводу того, что, может быть, вы не будете знать, что до конца сделать вот с тем, к чему вы придете. Но уже одно то, что вы с этим познакомились и уже как бы надковырнули эти части, это уже приведет к тому, что энергия жизненная, которая сидит в этих частях, бездействует, да, или наоборот даже создает какое-то неудобство, она начнет выходить, трансформироваться, регенерировать и способствовать как бы вашему сдвижению с мертвой точки в плане каких-то закупорок или неразрешения себе преуспевать и раскрывать свой потенциал. Поэтому любой подобный опыт, делайте эти упражнения сколько хотите раз. Чем больше вы их делаете, тем быстрее, тем больше вы ускоряете как бы возможность раскрытия своего максимального потенциала. Буду очень рад услышать от вас о ваших успехах. Большое спасибо. Спасибо. Вопросы. Кто хочет задать вопрос, включите микрофон у себя. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю вас за такую лекцию потрясающую. У меня вопрос. У меня ребенок пять лет, мальчик. И вот мне очень многие говорят, что вот, Настя, ты его залюбливаешь, ты слишком много возле него. Вот, да, он подбегает, там обнимает, целует, и ты постоянно вот в ответ, он все-таки мальчик, вот так делать нельзя, так делать не нужно. В частности, конечно, такие замечания делают вот бабушки, да, что вот мужичок, мужичок, нужно воспитывать мужчину. Я хотела спросить вот ваше мнение, да, с тем условием, что ребенку как бы по свидетельству рождения, конечно, пять, но по факту он еще немножечко с задержкой. У него небольшая задержка развития, но еще присутствует. Вот как вы считаете, какая ваша вот позиция и мнение по этому поводу, вот именно относительно мальчишек? Смотрите, безусловно, моя позиция в данном плане однозначная, что перелюбить ребенка невозможно. У людей абсолютно во всем есть различия, да, у людей разный темперамент, разный характер, кому-то нужно больше проявление эмоционального отношения, кому-то меньше. Теперь все вот эти стигмы про то, что мужчина, он должен быть такой вот плоднокровный, такой жесткий, да, и так далее. Понимаете, я считаю, что это неправильно, и я могу сказать следующее, что я считаю, что ваша будущая невестка вас уже сейчас благословляет, если она уже родилась, а если нет, то на уровне души, потому что обычно из таких мальчиков вырастают очень чувственные, внимательные мужчины, которые потом делают своих жен счастливыми тем, что как бы они их хорошо чувствуют, они умеют как бы поддержать женщину, понять женщину, почувствовать ее, дать ей эмоциональное тепло, потому что в наше время это просто уже как бы вот минимальное умение, уже просто уровень мастерства, понимаете, поэтому я считаю, что для мальчика, особенно маленького мальчика, что вот ему только там сколько, ему пять лет, да? Да, да, но пять, по факту, наверное, где-то три с половиной по развитию, вот четыре, маленький все равно. Ну, неважно, неважно, по развитию неважно, это с эмоци... У него может быть эмоциональное развитие опережает даже не то, что умственно, а может быть умение выразить, да, себя, иди еще знай там, нужно очень так спокойно и не очень переживая и не создавая эмоциональное напряжение, которое дети, на детей очень плохо влияет, да, все вот эти диагнозы, диагностики, спокойно, вот он такой у вас нежный, любящий мальчик, обнимайте его до посинения, потому что он будет обниматься столько, сколько ему нужно. А вот я вижу, что ему нужно. Конечно, вот, а значит, ему нужно, во-первых, может быть, особенно в силу того, что вы говорите, у него есть какие-то задержки в развитии, может быть, как раз через эмоциональность он дополучает то, что он не может там через какие-то логические вещи или другие механизмы дополучить. И понимаете, ребенок вот, как есть дети, вот он играет, он подбегает, у мамы просит там попить, да, а другой не просит попить, так что, значит, всех поить или всех не поить. У каждого свои потребности, если ему нужно, чтобы его обняли, он побежал дальше играть в свои игрушки, обнимите его, ему это надо. Понимаете, так же вот, как вот есть женщина, которая, там она уже взрослая женщина, она замужем, она к мужу подходит и говорит, обними меня. То есть, если он знает, что ее часто нужно обнимать, так обнимай ее без того, что она тебя просит, иначе уже как бы это не то, да, как мне женщины объясняют. Вот, и не говори, ну ты меня достал уже со своими обниманиями, сколько тебя можно обнимать, я тебя пять минут назад обнимал. Если ей надо, обними ее, это ее потребность, которую она может как бы удовлетворить через тебя. И так, мама, обними своего сына. Я считаю, что ничего в этом нет, а бабушки, бабушки по старинке мыслят и не нужно. Наоборот, это очень хорошо влияет, вы его строите уже сейчас как мужчину, он через вас познает как бы понимание одного из аспектов отношения с женщиной, да, это вот эмоционально-физический контакт, ощущение, осязание, обнимание, нежность. Это очень-очень-очень важно. И любая женщина, вот, ну, что я слышал от женщин, как бы счастлива, когда муж в данном плане открытый человек, умеет дать ей то, что ей необходимо. Я услышала, спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы? Ну, вопросы можно будет задавать и через нас. И очень, я еще раз повторю, мне было бы очень интересно ваши отзывы по поводу упражнений, у кого что получается. Да, просьбу всем написать. Потому что у нас все прикладное, да, то есть мы учим не теоретически, а нам нужно жить тем, что мы учим. Большое спасибо всем за внимание. До новых встреч. Спасибо большое, Александр. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok